Здравствуйте! В студии Светлана Кель. Предлагаю вашему вниманию выпуск новостей. В начале коротко о сегодняшних темах. Представители молодежного сообщества города первыми высказались в инициативе относительно развития Лавутнанги на ближайшие пять лет. Все о сентябрских выборах. Встречи с трудовыми коллективами территориальный избирком начал с нашего информагентства. При пожаре на улице Обской люди не пострадали первые подробности случившегося. Праздник молодых и креативных. Праздничные события стартовали днем. Их было множество. Вечерняя программа стала ярким завершением Дня молодежи. Приглашенные артисты легко нашли общий язык с местной публикой. Мой город безграничные возможности. Под таким названием в Лавутнанге стартовала новая программа развития муниципалитета на ближайшие пять лет. Старт сбору предложений официально дан главой города Марины Тресковой. Первыми свои идеи высказали представители молодого поколения. Среди инициатив создание центра патриотического воспитания, усиление спортивных направлений, увеличение жилищного строительства и другое. Заседание молодежного совета проходило в расширенном формате. Опытные управленцы, активные молодые горожане обсуждали итоги реализации народной программы в Лавутнанге и говорили о перспективах ближайшего будущего. В августе 2023 года президент Российской Федерации подписал указ о определении 16 опорных точек развития территорий, которые имеют большое стратегическое значение для страны. Так вот, в этот перечень вошли агломерации Ямала. Это Новый Регой, Ноябрьск и, внимание, Салихард и Лавутнанге. Это, конечно, для нас означает большое будущее. Молодому поколению нужно понимать, как развивать городской округ, как делать жизнь комфортнее для жителей и привлекательной для туристов, подчеркнула Марина Трескова. Я хотела бы официально объявить о сборе предложений в новую, третью по счету, народную программу с амбициозным названием «Мой город. Безграничные возможности». Новая программа станет руководством на ближайшие пять лет для исполнительной и представительной власти. Городской округ на пороге политической перезагрузки. На сентябрь назначены выборы депутатов пятого созыва. Интересы горожан главные. Молодежь сразу озвучила свои инициативы. Я внесла предложение по созданию старших классов, спортивных классов, так как есть сейчас на базе школ номер 8 классы именно направлены на спорт, то есть хоккейные классы. Но они ограничатся именно девятым классом, то есть ребята учатся с первого по девятый класс в хоккейном классе, а дальше, если захотят идти именно дальше по школьной лестнице в одиннадцатый класс, то у них, к сожалению, этого не получится. Поэтому лучше всего сделать такие классы. Я предложила организовать досуг в летнее время года. Я думаю, это было бы актуально для всех жителей наших местных. Я бы сама посещала с удовольствием досуговые мероприятия на нашем корнолыжном курорте. Так как я отношусь все-таки к сфере социальной, к сфере образования, для меня одна из основных – это если мы хотим увеличить количество жителей, нам надо улучшать условия для семьи с детьми. Соответственно, для меня это строительство новых объектов образования. Участникам встречи было представлено шесть направлений развития городского округа – благоустройство, социальная инфраструктура, жилье, дороги, спорт и туризм. По каждому вектору работала специальная площадка. Специалисты подробно отвечали на вопросы, используя демонстрационные стенды. Сегодня в рамках данного форума я рассказываю про горнолыжный комплекс «Октябрьский» и центр темного отдыха и туризма. В перспективе, что, какие у нас планы, что у нас сейчас происходит, какое строительство, какие реновации планируются. И вот рассказываю это, посетители, которые смотрят, задают, наверное, основные вопросы, которые интересуют эта дорога, эта баня. Почему-то не так заинтересовал новый бугельный подъемник, как баня. И это гостиница. Предложений и инициативы ждут от всех жителей городского округа. Боксы для сбора идей уже установили в Лабытнанге в Соке Снежном, в кофе-точке в сквере «Рыба-олень». Завтра они появятся в Харпе, в кофейне «Ковчег» и спорткомплексе «Северный характер». Не оставайтесь равнодушными к нашему общему будущему. Ирина Акобова, Эдуард Захаров, информационное агентство Лабытнанге. В сентябре этого года в городском округе Лабытнанге важное событие – выборы депутатов местной Думы. Территориальная избирательная комиссия уже сейчас ведет большую работу по подготовке к трехдневному голосованию. Важно, чтобы каждый избиратель получил всю необходимую информацию о том, как будет организован процесс. Начались встречи с трудовыми коллективами. Информация о нюансах процесса голосования распространяется всеми возможными способами. Встреча с коллективами – один из них. Такой формат давно зарекомендовал себя как самый эффективный. Когда же приходишь и рассказываешь, человек уделяет время, ты разговариваешь с ним и смотришь в глаза, они в глаза смотрят тебе. Есть понимание, что донесено то самое важное, что нужно донести. Помимо этого, есть возможность задать конкретный вопрос, который есть у конкретного избирателя. В комиссии уже хорошо знают, о чем чаще всего спрашивают и что важно предусмотреть. Так, например, в этот раз поговорили о схеме многомандатных избирательных округов, отсутствии досрочного и мобильного голосования. Если вопросы возникнут уже после встречи или ближе к датам проведения выборов, комиссия готова ответить на все. К нам можно обратиться с любым вопросом, даже находясь за пределами города. Для этого существует наш сайт, для этого существует электронная почта, для этого существует наша группа ВКонтакте, где можно написать личные сообщения или оставить комментарии, либо можно просто позвонить. Поэтому мы всегда будем рады ответить на все вопросы и разъяснить особенности этой избирательной кампании. Начали с нашего коллектива, потому что мы не только примем к сведению, но и максимально распространим важную информацию. Наибольшее число таких коллективных встреч придется на август, когда северяне массово будут возвращаться из отпусков. Сегодня утром горожан стревожили кадры, которые в одно мгновение разлетелись по всем соцсетям. В Лабытнанге вспыхнул пожар. Горело здание по улице Обска, в котором располагаются магазины и автомойка. Площадь пожара составила 160 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Подробности происшествия далее. Сегодняшнее утро началось с тревожной новости. На пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на улице Обской. По предварительным данным, возгорание началось с магазина 24 градуса. Огонь быстро перекинулся на торговую точку азбука масел, который находится в одном здании с магазином разливных напитков. Тушение пожара осложняло наличие горюче-смазочных материалов. Чтобы не случилось беды, горожане помогали выносить из здания канистры и бочки с горючим. Я был дома, я собирался на работу, было порядка около 9, может быть, 5 минут 10. Я уже собирался выезжать, мне позвонили ребята с мойки. Позвонил Ахмала, говорит, Женя, срочно на работу, у вас там то ли затымление, то ли очаги пожара. Я не раздумывал, я сразу же вызвал пожарную охрану и сел в такси. Есть предположение, что вообще могло это? Я, как бы, упугаю, что это проводка. К сожалению, бизнес предпринимателя не был застрахован. Под удар попала и автомойка «Лада». Машин в тот момент на мойке не было. А в доле секунды прям загорелось, позвонили, что загорелось. А есть предположение вообще, что это может быть? Короткое замыкание где-то, скорее всего. Дознавателям еще предстоит разобраться, что послужило причиной пожара, который за один раз пошатнул бизнес по меньшей мере троих предпринимателей. Елена Никишина, Светлана Кель, Сергей Андропов, информационное агентство Лабытнанги. В Лабытнанге отметили День молодежи с большим размахом. Главные события праздника начались на стадионе «Арктика» днем. Там развернулись десятки площадок. Это мастер-классы по кастомизации, диджейнгу, танцам, лекции, соревнования, игры. Словом, каждый для себя нашел занятие по душе и провел день весело. А в парке «Юбилейный» в День молодежи дали старт конкурсу «Пусть цветет мой город». Семьи оформили клумбы своими руками. Праздник молодости из Адора прошел, как и полагается, ярко и насыщенно. У Лабытнанцев было отличное настроение, ведь они сами заряжали друг друга позитивом. О, отлично! Вот теперь у меня тоже будет заряд позитивного настроения. При организации праздника молодежный центр постарался учесть интересы каждого. Так что все участники события находили себе занятия по душе. Самым юным гостям предлагали сделать яркий аквагрим и красивые прически. А также присоединиться к играм, которые проводили сотрудники центральной библиотеки. Другие ребята захотели оказаться в ритме танца на мастер-классе от Александра Попова. Я хочу посетить все площадки, прям на максимум все сделать. Хочу попробовать все, что здесь есть. Настроение у меня отличное, отличный праздник, 29 июня, День молодежи. Сегодня очень хорошее настроение, и я хочу посетить, не знаю какие площадки, все хочу посетить. Настроение великолепное, это лучший праздник за всю историю Лабытнанги. На одной из площадок юные участники смогли подарить старой вещи новую жизнь, добавив ей свой уникальный рисунок. А кто-то захотел сделать парную одежду для подруг. Просто люблю очень сильно рисовать. Очень было интересно посмотреть, как сделать, что сделать. Сейчас будем рисовать, хотим с подругой сделать одинаковые принты, чтобы носить летом. В эпицентре праздника были и патриотические площадки. Одни помогали плести маскировочные сети, которые потом отправят бойцам на зону СВО. Другие учились разборке и сборке автомата. В первый раз я собираю, но в принципе довольно сложно. Тут нужно очень много навыков и тренировок, чтобы очень быстро собирать. В День молодежи в парке культуры и отдыха юбилейной тоже проходило интересное событие. Открытие конкурса «Пусть цветет мой город». Там собрались лобыкнанские семьи, чтобы вместе облагородить территорию. Семья Чубшвец решила сделать клумбу в форме сердца. В создании цветочного шедевра принимали участие и родители, и дети. Всего свой вклад в украшение города внесли 9 семей. Но на этом конкурс не заканчивается. Сделать свою клумбу может любая семья. Для этого нужно подать заявку до 8 июля в группе администрации города Лобытнанги ВКонтакте. А в День семьи, любви и верности конкурсная комиссия выберет лучшую цветочную композицию. Карина Чербакова, Сергей Антропов, информационное агентство Лобытнанги. Ярким продолжением Дня молодежи стала его вечерняя программа. Праздничный концерт в этом году сменил локацию. Его решили провести также на стадионе. И не ошиблись. Атмосфера идеально совпадала с общим настроением. Поздравить лобытнанцев приехали гости из Москвы и Надыма. Исполнители популярного среди молодежи рэп-направления. Весело и шумно отдыхает лобытнанская молодежь. Спортивный комплекс «Арктика» в субботний вечер превратился в атмосферную площадку улетного творческого фестиваля. Дорогу молодым и талантливым пацанам из геофизиков, так они себя позиционируют, дал всероссийский конкурс «Студенческая весна». Коллектив «Третий поворот» у Ларька со своей музыкальной театрализацией взяли третье место. Мы с собой щепать, просто поговорить о любви, о любви, просто поговорить. Ты сказала мне, что я твой фаворит. Любовь – великое чувство, которое правит миром. Оно воодушевляет, дает возможность расправить крылья за спиной. Именно любовь подталкивает молодых людей ко взрослым поступкам. Я хочу сделать своей девушке предложение сегодня, вот именно в этот день. Сегодня день молодежи и год семьи. И вот я решил в этот день сделать такой вот, сделать такой шаг к будущему. Это то, что я думаю! Будущее Лабутнанги – это наша талантливая, энергичная молодежь, которая все увереннее заявляет о себе, в своих чувствах, тем самым доказывая силу и право строить будущее. Если мы говорим о Лабутнанге, то хочу поблагодарить всех лабутнанцев за то, что они всегда готовы к процессам созидания. Они готовы дружить, любить, с жаждой проживать эту жизнь. Готовы сближать берега, раздвигать горизонты. Это лучшие люди планеты. Эта вечеринка была наполнена особой энергией, творческой инициативой, радостью и позитивным настроем, которые свойственны молодости. Интересно, в каком возрасте заканчивается молодость? Она никогда не заканчивается. Она как началась с самого детства, чувствуешь себя полным энергией, и так и завершается все, когда уже все. Так что это бесконечное чувство, которое всегда побуждает что-то делать, и как-то жить ярче и веселее. Пока гуляешь, молодой чувствуешь себя молодым, будешь всегда молодым, правильно? Ну а что такое молодость? Давайте разберемся. Ты что, в стороне это стоял? Это? Когда ты не нудишь, песни поешь по вечерам со своими детьми и родственниками. Ты гуляешь поздно, везде, в любой части страны, и неважно, за границей. И никогда не устаешь. Это молодость. Это веселье, активность, дружба. Это когда человек молодой, у него еще все впереди, и он может заниматься, чем он захочет. И вату сладкую есть много-много, да? Да. Молодость – это не думать о старости, слова мудрой женщины. Галине Яковлевне 87 лет, и при этом она считает себя молодой в душе. Секрет ее нестарения – 10 тысяч шагов в день, и как можно больше общения с молодежью. Я желаю, чтобы они были очень самостоятельными, чтобы старались уметь делать все, чтобы они уважали старших, особенно своих родителей. Это очень талантливые люди, и это как раз доказательство того, что молодость – это самое время для свершения, для реализации, для того, чтобы стать звездой. В этот вечер на сцене замерцали и звезды. Миша Заяц родом из Салихарда, но живет и творит в Москве. Его жанр исполнения – рэп он качал, молодежь подхватывала. Они были на одной волне. Из Надыма поздравить лабытнанцев приехал коллектив «Банда Бонзай». Зажигательные и позитивные ребята погрузили всех в музыкальный кураж. Под их биты качали головой всем, без исключения. Вот такой получился массовый коннект. В лабытнанге молодежь может зажигать, она может отжигать. И при этом не важно, сколько тебе лет – пять или далеко за восемьдесят. Возраст – это условность, это всего лишь цифры. Молодость – это двигатель, который находится внутри каждого из нас. Он дает нам силы и энергии, чтобы творить, любить, вершить и развиваться. Будьте всегда молодыми. Светлана Кель, Николай Снегир, информационное агентство Лабытнанге. На этом выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире и на страницах информационного агентства Лабытнанге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова